Приветствую вас. Вы знаете, вот когда я читал ваше сообщение, мне действительно казалось почти весь текст, что девушка вами манипулировалась, потому что это была жена похожая, ее требовательность, ее эгоцентричность, эгоистичность, можно даже сказать потребительское отношение к вам, все это, конечно же, намекало на то, что человек вас просто использует и, конечно же, может быть и любит, но и любит по-своему. Но в своем последнем абзаце вы пишете о том, что она не имеет подруг, и что начала любить все, что любите вы. И здесь начала вырисовываться достаточно ясная картина того, что человек, по сути дела, осознанно или нет, очень боится одиночества. Именно в силу своего характера, в силу своей избалованности, в силу своей эгоистичности в глубине души, понимает, что, скорее всего, ее действительно никто не будет любить. Скорее всего, действительно никто не будет за ней, ну, ухаживать и делать для нее всего того, что делаете вы. Но и при этом у нее своего нет ничего совершенно. Своего у нее ничего нет. И тогда нам становится ясно, что человек, если и манипулирует вам, поскорее всего, неотознанно, если и подавляет вас только потому, что боится потерять, боится, что вы отставите ее, боится, что вы почтете кого-то другого, именно по причине того, что вы ей нужны очень сильно. И манипулирование здесь, даже если идет манипулирование здесь, даже если и есть, то оно не осознанно, скорее всего, и не подчиненно каким-то вот произвольным действиям, произвольным поступкам и так далее. Девушка просто пытается вести то, что у нее есть. Другой вопрос, что у вас, на нее довольно много обид. И обиды эти, они вполне закономерны, они вполне естественны. И совершенно непонятно, почему вы все это терпите, равно как и совершенно непонятно, что сейчас с вами происходит. Ну, то, что девушке нужно психологу, это понятно. То есть, вы занимаете такую позицию родителя по отношению к ней, то есть, все делаете сами для нее, ответственность несете, по сути дела, тоже на двоих, и, в общем-то, просто-напросто терпите все ее капризы и стараетесь ей во всем угодить. Вот это непонятно для чего, для чего это все вам. Понятно, что вы ее любите. Но и что вы любите? Кого вы любите? У вас здесь весь текст состоит, по сути, из обид. То есть, это просто вот претензии, которые вы высказываете ей. И если она, если она разочаровала вам, если она оказалась не той, кем вы ее себе представляли, или кем она представилась вам вначале, то это нормально. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего неестественного. Но почему вы продолжаете держаться за нее? Почему вы продолжаете цепляться за нее, если она, по сути, вам ничего не дает? Она только у вас забирает, 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 и ничего вам не дает. И шанс того, что она изменится, тоже очень маленький, только при условии, если она будет работать с психологом. А ее эгоцентризм, ее ощущение собственной правоты, основано на страхе того, что она ничего не значит и никому не нужна. Так же, так просто не уйдет. И поэтому здесь, в этой ситуации, вам нужно для себя понять, чего вы хотите. Хоть вы пишите, не знаю, уже голова идет кругом, не могу понять такое чувство, что мной манипулируют. Ну хорошо, я вам, например, объясню, что дело здесь не в манипуляциях. На манипулирование это, если и похоже, это только на неосознаваемое. То есть человек не осознавит, что делает. И тут скорее не манипуляция, а просто, значит как, попытка реализовать свои потребности, которые у нее есть. И нежелание эти потребности удовлетворять самостоятельно. Ну, тут уже неизвестный для чего, либо в силу воспитания, либо в силу каких-то страхов, либо в силу комплекса. Может быть, из-за всего страха. То есть, с человеком мы разобрались. Это не так сложно, по вашему описанию, сделать. Но дальше-то что? Что вы будете с этим делать? Вы будете стараться ее поменять? Это очень неблагодарное дело. Вы будете меняться сами? Тоже неблагодарное дело, потому что вы рискуете потерять себя. И отсюда, отсюда, возникает вопрос, что вам даст то, что мы разобрались с человеком? Ну, например, например, у нее истерия. То есть, вот так выделяете себя человек, у которого истерия, или истероидный тип личности. Истерия, или истероидный тип личности, это всегда невроз. Это всегда вытеснение своих желаний за пределы сознательства. И ей поможет только психоанализм. Ей поможет только регулярная работа с психологом. И если она этого хочет, если она видит, какую боль причиняет вам, это одно. Если она этого не хочет, и если для нее нормально, что вы страдаете, то стоит ли быть таким человеком? Такую ли женщину вы видите рядом с собой? Вот на этот вопрос я рекомендовал бы вам ответить. Хотя бы для себя. Хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что вы на правильном пути. и посему, завершая свой ответ, мне бы хотелось высказать такое небольшое предположение относительно того, что вопрос, точнее, запрос, который вы делаете, он не совсем верен. Вам нужно не разбираться в человеке, хотя это было словно полезно и правильно, но вам нужно в первую очередь понять, для чего этот человек мне. Если у вас к нему столько претензий, какой у вас будешь, видите ли вы себя с ней через 5-10 лет и так далее. Ведь вы, очевидно, не принимаете ее такой, какая она есть сейчас. А раз так, то это не любовь. Раз так, то это другие чувства. Это могут быть потребности, это могут быть страхи, это может быть что-то еще, но не любовь. Как бы непонятно, что вас уделяют рядом с ней, и непонятно, каково состояние ваших отношений на сегодняшний день. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!